Здравствуйте, уважаемые зрители! Сегодня я предлагаю вспомнить Ворожейкина Арсения Васильевича и поговорить об одном из воздушных боев в августе 1943 года. Итак, как я уже говорил, на календаре было 3 августа 1943 года. Войска Воронежского и Степных фронтов рвались к Харькову. В этих боях эскадрильи Ворожейкина Арсения Васильевича и 728-го истребительного авиапалка была поставлена задача прикрыть танковые соединения от бомбардировщиков врага, численность которых на данном участке была значительно увеличена. Стоит отметить, что бомбардировщики Люфтваффе были хорошо вооружены и могли выставить огненный заслон перед собой, что, конечно, усложняло задачу. Но Арсений Васильевич умел бороться с такими целями. Его вообще выделял тот факт, что он больше всего сбивал именно бомбовозы. Так, в ходе воздушного боя, прикрывая наши войска, он записывает на свой счет три пикирующих бомбардировщика Ю-87, после чего советского летчика атакуют уже четыре неприятельских истребителя. Причем немецкие МЕ-109 шли как бы подставляясь под атаку. Арсений Васильевич сделал вид, что повелся на эту уловку противника и погнался за одним из немцев. Увидев это, Ас Люфтваффе на раскрашенном черном мессере начал пикировать на советский Як-7Б. Но как только он приблизился к дистанции огня, Ворожейкин выключил двигатель, придав самолету скольжение на крыло. Это позволило резко скинуть скорость. В итоге фашистский летчик не смог прицелиться и отвернул для повторной атаки советского самолета. В свою очередь Ворожейкин выполнил крутой разворот и метким огнем уничтожил немецкий мессер, который сразу же взорвался в воздухе. Кстати, яркой чертой Ворожейкина было стрелять наверняка, а не тратить боекомплект впустую, что он продемонстрировал в этом бою. А на этом у меня все. Всем желаю крепкого здоровья. До скорых встреч. До свидания. Продолжение следует...